Оказывается, человек не единственное живое существо на земле, которое имеет пристрастие к алкоголю. Оказывается, что самым большим ценителем крепких напитков в живой природе является маленькое млекопитающее, похожее на мышь. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Тупаи – небольшие зверьки, похожие на белок. Первоначально их относили к насекомоядным. Позже целых 50 лет считали приматами. Однако современные исследования показали их отличия как от тех, так и от других. Они представляют собой отдельную эволюционную линию плацентарных млекопитающих. Теперь их выделяют в самостоятельный отряд. В литературе тупаи впервые были упомянуты в 1780 году Вильямом Эллисом, врачом, сопровождающим капитана Кука в плавании в водах Малайского архипелага. А название зверьков произошло от малайского слова «тупай», буквально означающего «белка». Обитают тупаи преимущественно в дождевых тропических лесах на юге и юго-востоке Азии. Встречаются от северо-запада Индии до острова Миндана, от южного Китая до острова Ява и других островов Малайского архипелага. Всего этих зверьков насчитывают 18 видов и 2 подсемейства. Больше всего в природе изучена обыкновенная тупая. Это небольшие зверьки с вытянутым телом. Самый мелкий вид, перьяхвостая тупая, имеет длину всего 14 см. А вот самым крупным, большая тупая, длина ее тела может достигать 23 см. Длинный хвост зверьков покрыт пушистыми волосами, шерсть на туловище густая и мягкая. Зверьки прекрасно прижились и широко распространились во влажных, тропических, поросших растительностью местностях, живут на деревьях, в лесах, иногда среди невысоких лесистых гор. Часто селятся вблизь поселений людей и плодоносных плантаций, куда их притягивает огромное количество привлекательной для них еды. Внешнее сходство с белками распространяется и на манеру поведения животного. Обожают лазить по деревьям и строить жилища в их дуплах и корнях, в прочих укромных местах и полостях бамбука. Зверьки обладают прекрасным слухом и зрением, общаются при помощи знаков тела. Например, движения хвоста, звуковых сигналов и запахов. Тупаи ведут дневной образ жизни. Они проводят примерно одинаковое количество времени, как на верхушках деревьев, так и на поверхности почвы, роясь в опавших листьях в поисках пищи. Ночью спят в дуплах деревьев или гнездах под их корнями. Животные не относятся к рангу хищных и чаще всего питаются растительным кормом и мелкими насекомыми, которые составляют основную часть их повседневного и излюбленного рациона. Но случается, что поедают и мелких позвоночных. Особым лакомством для них являются фрукты. Часто селятся в пределах плантаций. Они способны наносить урожаю достаточный ущерб, поедая выращенные плоды. Бывает, что совершают разбойные набеги на жилище человека, похищая пищу из домов людей, залезая в окна и щели. Группа исследователей установила, что первохвостые тупаи регулярно употребляют значительные дозы алкоголя. В частности, раз в три дня животное выпивает дозу спирта, эквивалентную 3 литрам пива. При этом у тупаи отсутствуют заболевания, связанные с подобным образом жизни. Изучая биртомовые пальмы, ученые обнаружили, что некоторые животные регулярно питаются нектаром этих растений. Анализы показали, что содержание спирта в нем может достигать 3,8%, а это одна из самых высоких концентраций в натуральных продуктах. Среди видов регулярно посещающий этот бар выделились первохвостые тупаи. Эти животные проводили у пальм больше времени, чем у любого другого источника пищи. Чтобы выяснить количество выпитого животными, ученые анализировали содержание в образцах шерсти. В результате было установлено, что в крови тупаи содержится 1,4 грамма спирта на килограмм тела. Многодневные наблюдения за животными показали, что тупаи не демонстрируют типичных признаков опьянения. Например, нарушение координации движений. Не обнаружено было изменений в поведении, связанных с предполагаемым утренним похмельем. В настоящее время то, каким образом эти животные перерабатывают алкоголь, остается загадкой. В большинстве случаев тупаи моногамны, живут поодиночке или семьями. Молодые самцы, достигнув половой зрелости, уходят из семьи. Самочки могут задержаться с родителями довольно долго. После 50 дней беременности на свет появляется от 1 до 3 детенышей. Первый месяц жизни детей держат в отдельном гнезде. Новорожденными в большей степени занимается самец. Мать не слишком заботится о них. Навещая их лишь раз в 2 дня для того, чтобы покормить. А сама при этом живет в другом убежище. Материнские визиты очень коротковременные. Например, большая тупая уделяет кормлению малышей всего 5-10 минут. За это время каждому достается по 10 грамм молока. Это единственная пища малышей в течение 48 часов. Зрелости тупаи достигают к 3 месяцам. Продолжительность жизни в дикой природе не более 3 лет. У небольших по размеру тупаевых немало врагов в естественных суровых условиях. Природным врагам тупаи можно причислить различных пернатых хищников, харзу или желтогрудую куницу, змей, особенно крамовую куфию и зеленого полоза. Конечно же, больше всех опасности подвергается неопытный и сильно уязвимый молодняк. Тупаю часто спасают ее шустрость, ловкость и юркость. Умение отлично ориентироваться в древесной кроне и быстро перемещаться в ней. Человек целенаправленно этих необычных зверьков не уничтожает. Люди не употребляют мясо тупаи в пищу, его считают несъедобным, а мех животного тоже не представляет никакой ценности. Поэтому как предмет охоты тупая неинтересна. Если говорить о вреде, который зверьки наносят возделываемым имплантациям, то его можно назвать незначительным. Из-за этого человек тупая тоже не преследует. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Жмякайте большой палец вверх и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Берегите природу и всем пока!